Так. Хотят продлить до 15 мая. Как жить? Ребят, ну выживите, никуда не денетесь. Куда вы денетесь? Выживите. Все закончится и закончится ровно по команде. Как по команде все началось, так по команде все закончится. Не переживайте. Продолжение следует. Что до этого не доведут ситуацию. Просто посидите дома, на карантинчике отдохнете. Главное не паникуйте и поменьше смотрите этих ютубнутых блогеров, которые наводят панику. Вот поменьше смотрите. Тем более, если вы очень восприимчивый человек, если ваша душа очень восприимчива, вам вот просто сейчас вот в эти дни категорически запрещено смотреть вот эти коронавирусные ролики ютубнутых блогеров, паникеров. Ладно там, когда кто-то действительно, как говорится, от души и сердца паникует, да, он сам по себе. Но есть же специальные, специально делают искусственные нагнетатели. Вот это я считаю паршивцы, самые натуральные. Потому что они вредят людям хуже, чем этот долбанный коронавирус. Паникеры – это все. Потому что когда вот эта вибрация паники и страха распространяется, это труба дела. То есть слабые люди все поддаются низкочастотным вибрациям, вот этим энергиям. И люди заболевать начинают. У людей там и сердце может схватить, там и все что угодно. Там депрессия начнется. Вот эти паникеры – это натуральные преступники. Вот в таком плане вот эти вот. Тем более, кто вот это все раздувает и разносит. Как-то так. Правильно, Виктор, не паникуй. Что делать, если введут обязательную прививку? Ну, кто вам сказал, что введут ее обязательно? Что значит обязательно? Вас что, расстреливать будут или что? Успокойтесь. Заранее не программируйте себя. Вы понимаете, что от нашего образа мышления отчасти в чем-то, так скажем, состоит наше будущее? Потому что вибрации, которые человеческая масса распространяет вокруг себя, то, по сути, и начинает материализоваться. А как вы думали, это на бытовом уровне то же самое, на мировом уровне то же самое? На бытовом уровне, как вы себя ведете, какие вы вибрации посылаете, так скажем, то в вашу жизнь все и приходит. На мировом уровне то же самое. Да, вот еще написали эффект плацебо. Да, он тоже работает по-своему, абсолютно верно. Поэтому сидите. Я почему абсолютно спокоен? Потому что вы мне сами свидетели, и год назад я об этом говорил. О том, что нас окольцуют, возьмут в кольцо, придушат нас. Но я же не сказал, что нас вообще задушат. Придушат. Ну вот, поэтому я абсолютно спокоен. Я думаю, если бы что-то было бы, не знаю, пока мне ничего не было в дальнейшем, так скажем, с неба, ничего такого не было сказано. Там, к примеру, не знаю, запасаться продуктами. Люди, да, я не запасаюсь продуктами. У меня все идет в обычном ритме, как и всегда. Я езжу в магазин, там на 2-3 дня я покупаю продукты в себе, приезжаю, холодильник загрузил, продукты заканчиваются. Я еду на такси, опять покупаю продукты. В магазинах прилавки полные. Никакого безумия у нас нет, во всяком случае, в нашем городе. Вот сегодня я выезжал из дома, был сегодня я в городе. Люди ходят по улицам, машины ездят, как бы ничего не поменялось. Ну, где-то перекрыли, где-то, да, там. Вот, говорят, что с поселков там в город там, ну, нельзя будет там ехать. По-моему, там по пропускам специально. Ну, короче, не знаю. В общем, город живет как бы стабильно, как таковой паники нет. Ну, закрыли кабаки и рестораны закрыли, кафе закрыли. Ну, и не умрем мы без кафе и ресторанов. Да уж, наверное, и не каждый день-то вы, если честно говоря, ходите по кафе и ресторанам. Ведь правда, ребята? Ну, и ничего страшного. Переживем. Я уже говорил, мы 90-е пережили. Значит, переживем и это. Вот так. Ну, маленький бизнес, да, для людей это проблема. Но я имею в виду, что нет мора людей. Мора людей нету. Сотнями никто не умирает. Трупы на улицах не валяются. Истерии никакой нету. Нету, кроме психоза, что вот люди вот психуют. И вот психоз по поводу того, что все закрылось. Ну, ничего страшного, еще раз говорю. Ну, это нет проблема, то, что вы на работу не ходите. Проблема была бы, если бы у вас соседи пачками мерли бы сейчас, конкретно. Если бы у вас из подъездов каждый день выносили по 5 трупов, вот это, ребята, было бы проблема. А вы паникуете, вы еще паники не видели. Ну, вы паникуете. Вы паникуете только от того, что вы просто сидите дома и только можете выйти в магазин и обратно там, или в аптеку там, ну, или там еще по каким-то делам. А что будет, если у вас реально начнут из дворов трупы выносить по 5 человек? Вот тогда, да, но этого же нет, тотального мора никакого нет. А то, что вам говорят, 2-3 человека где-то там умерло от какого-то коронавируса, ребята, ну, так от гриппа их больше ежедневно умирает людей от всего остального. Поэтому вы сами сидите и нагнетаете эту обстановку, нагнетаете эту панику, вы сходите с ума, вы начинаете болеть, вы входите в депрессию и так дойдете до сумасшествия. Вы разве не понимаете искусственность происхождения всего вот этого? Сидите спокойно и живите повседневной жизнью, отдыхайте, всех денег вы точно все равно не заработаете. Отдыхайте. Я же говорю, проблема была бы, если бы у вас соседи выносили бы вперед ногами, пачками. Вот это была бы действительно проблема. Но пока мы этого не видим, не наблюдаем и такие вот дела. Вчера видела в небе целую статую, статую, старых спутников, которые летают. Такого раньше не было. Может быть, не было, может быть, вы не обращали внимания. Но то, что я уже вам сказал, что на мировом уровне в масштабах идет какой-то... Ну, это, я думаю, любой человек, немножечко так понимающий, он это осознает, что мы увидим, когда нам отменят карантин, когда они там закончат весь передел, переформатирование мира. А может быть, в плане границ что-то может поменяться, в плане технологий, много чего мы можем увидеть. Когда они скажут, карантин отменен, все, тогда вы выйдете на улицу. Вот и все. Так что они там просто под этим покровом занимаются своими делами, о которых они нам не рассказывают. Поэтому нам остается быть в положении наблюдателей, смотрим, наблюдаем, как там говорили, улыбаемся и машем. Так что, что паниковать, я вообще не понимаю. Угомонитесь. Так, дальше, что тут не так? Правильно, Женя, лучше дома сидеть, и все будем здоровы, чем видеть вокруг трупы. С ума... Вот, правильно, я же говорю, трупы не валяются, никто на улице не мрет. То, что вы там у китайцев фейковых видосов насмотрелись, якобы там люди падают вот так заживо на улице. Фигня, ребят, все это фигня. Вышел я недавно, был в гипермаркете, набрал продуктов, думаю, кафешка рядом, думаю, зайду кофеечко попью. Зашел в кафешку, кафешка работала, кофе продают, а все столы и стулья, все было собрано. Я такой, вот тебе на, здрасте. Они, ну, не положено, мне сказали, все. С собой что-то купить, там, хлебобулочные изделия, там, тортик, шоколадку. Да, в кафешке можно было, а взять, посидеть там, покушать, попить кофеечку нельзя. Ну, ничего страшного. Я сказал, ну, все, короче, поехал я сам себе дома кофе сварю. Вот что, трагедия, что ли? Все, закрыто кафе, паникуем, плохо все. Ничего страшного, смотрите. Сейчас вот меньше все кабаки, тусовки, ночные заведения не работают. Это круто, ребята. Меньше атмосфера. Во-первых, очистится атмосфера в ваших городах. Чуть-чуть вот это вот, знаете, вот эти эгрегоры, понимаете? Вот эта атмосфера, которая накапливается, вот отрицательная энергия от всех таких вот заведений, где люди бухают, дерутся, вот это все, ночные кабаки, вот это все, все сейчас очистится. Люди посидят там, ну, кто-то дома побухает, ну, неважно. Преступности меньше, по крайней мере, ребята. Меньше преступности, все дома сидят. Меньше людей на улицах грабят. Вы научитесь видеть полезное во всем, а не создавать там какую-то панику, понимаете? Меньше преступности, меньше всякой нечистой атмосферы. Никакая нечистая атмосфера не, так скажем, не собирается нигде. Единственное, да, вот паника, вот люди понасидят, понасмотрятся телевизора и, короче, паникуют. Я вот сегодня в Ютубе Лукашенко включил, у меня их не батька, а нормально, нормальный мужик. Все, он говорит, когда, говорит, эта эпидемия так называемая кончится, говорит, я вам расскажу, что на самом деле тут происходило и происходит. Он даже вон у них, батька, ну нормальный мужик, и то сказал, объяснил, нет никакой трагедии, нет ничего дурного, ничего мы не закрываем, все будет работать без паники, еда у нас есть, продовольствие есть, все. Вот я сегодня его послушал, он говорит, покажет, пусть мне вирусологи покажут, что есть конкретная нужда что-то закрыть. Тогда, говорит, я закрою, а говорит, нужды такой нет, проблемы нет, все, работаем, живем дальше, все, без паники, вот и все. Люди не привыкли быть самими собой, может это стоп свыше, ну да, к сожалению, ну как, мы же люди, основная человеческая масса, мы же живем по командам. Сказали сидеть, мы сидим, сказали надеть маски, мы надели, все, все, мы же даже как бы, ну не думаем, не интересуемся, мы бац, надели и пошли. Ну с одной стороны, такие правила нетрудно, я думаю, кому-то соблюдать, но у нас нету таких прям, что прям в масках все, там, ну в магазинах продавцы в масках, там, таксисты, кстати, в масках у нас езжу, я на такси езжу, вот, у меня маска есть. Просто у меня жена, вот знакомые много звонят, у меня жена же шьет, так, кто знакомый, просят, она людям маски шьет, и я вот иногда балуюсь. Ну так, кто где-то работает, знакомым, жена маски шьет. Так, куда мы с системой этой денемся? Мы никуда от системы не денемся, мы в ней живем, мы в ней находимся, но единственное, мы можем мыслить не по алгоритмам, которые нам задает система, понимаешь? То есть вы не обязаны мыслить по их алгоритмам, потому как система вам, ну, вкачивает, так скажем. Вы же можете мыслить, свободно мыслить, и вам никто, ну, не запрещает мыслить свободно. Вот и все. Находитесь, мы все в системе в этой живем, мы все зависим от системы, ведь вы посмотрите, нам прямо показывают, что мы полностью зависим от системы. Если нам сказали сидеть, мы сидим, если нам сказали стоять, мы стоим, если нам сказали на работу не выходить, мы не выйдем. Мы полностью зависимы от этой системы, потому что мы в ней живем. И нам показывают, даже на этом примере, как говорится, кто в доме хозяин. Поэтому, когда кто-то мне там кричит, типа, наша земля, земля моя, там вот и все такое. Нет у тебя, товарищ, ничего твоего. Это ты должен давно понять и свой пыл, так скажем, ну, остудить. Нет у тебя ничего. Тебе приказали сидеть, все. Тебе сказали закрыть магазин. Ты закрыл магазин и все, ты сидишь без работы. Мы полностью зависимые люди. Но и мы не свободные люди в каком-то плане, абсолютно не свободные люди. То есть мы можем выбирать, даже наше право выбора в каких-то вопросах основывается на том, какой нам выбор вот они, тех, кто правят миром, предоставят. Либо вот этот выбор предоставят, либо это, это или это. Даже наш выбор в некоторых вещах зависит от них. Они нам предоставляют несколько вариантов, а мы уже думаем. Единственное, что наша свобода вот здесь может быть. Нам показывают, что мы не свободны. Вот и все. Посмотрите, что человеческая масса, человеческий общий, так грубо говоря, планктон, он полностью управляемый и все. Вот, людям сказали, приказали бояться, ну, условно говоря, боимся. Скажут радоваться, будем радоваться. Поэтому, ребят, как-то так. Но свобода, самое главное, она вот здесь в голове. То есть ты можешь не мыслить согласно заданных алгоритмов. Жить в системе, но при этом в голове своей быть свободным. По крайней мере, это хоть единственная свобода, которая у нас есть. Да, мы ограничены условиями, в которых мы живем, мы ограничены в передвижениях, мы там ограничены, там у нас паспорта, у нас границы, у нас там, я не знаю, там банковские карты. Вот все, сейчас куда не сунься, пожалуйста. Вот, все. Как бы с одной стороны, да, это удобство, телефон, интернет. Но и то, ребят, нам могут интернет закрыть, но нам же не закрывают интернет, правильно? Мы же просто пользователи. Нам его просто дали и все, опять мне звонят. Прям. Так, что у нас дальше? Двигаемся. Закроем интернет, когда перевалит критическая масса. Ну вот, так что никто нам интернет не закрыл. Кстати, за нами через интернет наблюдают. Наблюдают, отслеживают через ваш браузер, куда вы ходите, какие вы больше ссылки посещаете. То есть ваша психоаналитика все равно проводится, хотите вы этого или нет. Люди боятся в магазин пройти через там какие-то эти, как их там эти, ну эти, короче, чтобы вы там не воровали ничего. Вот эти палки стоят там, пикалки там, боятся. А в интернете сидят, пожалуйста, интернет, телефон. Так, все отслеживается. Ты только начни что-нибудь, даже реклама самая элементарная. Вбей там что-нибудь, окна там, или как там полы постелить, или как сделать крышу. Попробуй вбей только в Яндексе где-нибудь, в Гугле, и у тебя будет на протяжении нескольких дней сплошная реклама про строительство крыш, там, полов и всего остального. Все ресурсы народные и народ власть. Ой, откуда ты? Нету никакой у нас власти, у народа. С чего ты решил? Власть. Какая ты власть? Никакая мы тут не власть. Уже давно нам показывают и показали, что мы тут никакая не власть. И уж тем более ресурсы тебе не принадлежат. Если ты в России живешь, ну иди попробуй хвороста насобирай, в лесу хвороста, иди дров насобирай. Или попробуй сухое дерево спили в лесу, попробуй сухое. Я не говорю зеленое, я говорю сухое дерево спили и посмотрим, какой ты тут власть и что тебе тут принадлежит. Это уголовно наказуемо пилить даже сушняк, сухие деревья. Иди попробуй спили в роще, и ты посмотришь, как тебе принадлежат ресурсы, земля, или еще что-то. Понимаете? Это все аура, это все такой мыльный пузырь. Ты сам себе не принадлежишь. Тебе сказали дома сиди, и ты сидишь дома. О чем речь? Ты еще фантазируешь, что тебе принадлежат леса, поля, реки, нефть, газ. Да ты сам себе не принадлежишь. Еще раз говорю, тебе дали команду сидеть дома, на работу не ходить, и ты сидишь. Вот, вот она реальность, в которой мы живем. И нечего губы раскатывать. Исходите из реальности и не живите фантазией. Занимайтесь только саморазвитием. Вот мы живем в этой системе, да? Что делать? Заниматься саморазвитием. Занимайтесь саморазвитием, повышайте свои вибрации, изменяйте свою жизнь. Работайте над собой, меняйте свой характер. Не скрыстись в этом мире, как крыса в бочке. Живите, живите. Старайтесь жить по совести, по любви, по правилу вот этому божественному. Все. Чтобы перейти потом в более лучший и светлый мир, так скажем. Такое дело. Главное, живите в этом мире, старайтесь, как бы, не совершать никаких преступлений, ничего противозаконного не делать. Живите тихо, мирно, спокойно, так скажем. Занимайтесь своей жизнью, делайте что-то доброе, полезное для людей, и все у вас будет хорошо, в принципе, в общем. Вот и все. То есть люди, некоторые ближе, чем на три метра, друг к другу не подходят. Здороваться перестают друг с другом. Вы понимаете, как нас легко разделить? Нас очень легко разделить на самом деле. А по какой причине? Потому что мы не подключены, как человеческая масса, мы не подключены через родовой канал к изначальному вселенскому свету. Мы управляемы, мы управляемы абсолютно. А почему? Потому что канал закрыт, и мы, ну, вот так вот ведемся на все, буквально. Ну, что поделаешь, как-то так. Поэтому, ребят, относитесь ко всему адекватно, не теряйте рассудок, здравость и трезвость. Никогда не теряйте. Это самое главное. Евгений, когда конец коронавируса? Я уже сказал, как только власть объявит, что конец коронавируса настал, так сразу и выйдите на улицы. Потому что коронавирус будет жить до тех пор, пока они не объявят его мертвым. Серьезно вам говорю? То есть я вам еще раз показываю, что мы не свободны. Мы будем сидеть в домах до тех пор, пока наша власть не объявит конец коронавируса. А когда они объявят, это уже они там сами решат. Это уж точно не нам решать, это им решать. Поэтому не рассказывайте мне там, что вы там свободны, что я еду куда хочу. Ну, давай, давай, поедь куда хочешь. Поедь, давай, за город не выйдешь. Свободны ты наш. Так что вот конец будет, когда они объявят. А если поразмыслить мозгами, то коронавирус – это больше всего информационный вирус. Он больше всего. Хотя эта болезнь существует, они знали уже давно, много лет назад, но вот как-то так. Поэтому не паникуй тебя. Если мы возьмем мир, всю структуру, всю, так скажем, иерархию, пирамиду, систему управления глобальную, то мы видим, ну, во-первых, кого мы видим? Мы там видим президенты, берем тех, кто управляют странами. Мы там еще видим, что тут масоны у нас есть. Но это только то, что мы видим. Я считаю, что есть те, кого мы не видим, но можем как бы догадываться о их существовании. И вот я так подозреваю, что вообще, может быть, сейчас моя мысль вам покажется, так скажем, космической, ну, может быть, она имеет как бы право на существование, если заглянуть в историю. В истории мы видим, во-первых, что нас с детства обманывали, что якобы все наши предки были не образованы, лопаткой, значит, палкой, копалкой там, значит, ямки рыли там и так далее. Нет, мы видим, что наследие кое-какое, как артефакты о том, что цивилизация наша была, наших предков до нас, она была действительно могущественная, сильная и высоко технологично продвинута. Доказательств тому уже масса. Хотя бы возьмите древние замки, древние дворцы по всему миру. Все наши города, особенно древние города, они все под собой имеют гигантские тоннели. Эти тоннели связаны между собой. Там идеальная кирпичная кладка. В каждом городе, у нас в городе, пожалуйста, тоже весь город, он на вот этих подземных, вот этих каналах. Многие города, дворцы стоят с идеальной кладкой. Причем, я так подозреваю, что все-таки однажды на земле не было, то есть земля не была наша и не было как таковых государств с границами. Но, может быть, по-своему, конечно, территории как-то и были обозначены, но говорит о том, что была единая система и, возможно, был такой единый мировой порядок с единым правительством где-то. Не разбито все на страны и государства. Я так думаю, что было до 19 века и туда дальше, если идти, идти. Все-таки, я думаю, было единое правительство. Во-первых, похоже, что все наши дворцы и замки по одному образцу сделаны. Как будто бы с одного, знаете, предприятия все вышло. Кирпич по технологии везде практически одинаковые. Вот. Система кладки, допустим, вся архитектура, очень все похоже. То есть определенный одинаковый стиль. Да, можно сказать, это была раньше мода такая. Ну, друзья, не знаю, потому что все очень типично и однобоко. Допустим, к примеру, если возьмете у нас пресс-СССР, у нас все домики практически люди строили одинаковые. Заборы, я еще помню, с детства у нас красили все только в зеленый цвет. То есть разноцветные заборы нельзя было. До сих пор помню, каждый год мы красили забор только в зеленый цвет. Все улицы были в зеленых заборах. То есть я вот это еще застал. Все одинаковое было. Дома там двух-трехэтажные там нельзя было строить. То есть люди строили маленькие домики там. Ну и все такое. Поэтому мир, возможно, развивался. Ну, невозможно, это факт, он развивался. Я это даже через Библию доказывал. У меня достаточно роликов. Но он был обнулен. Вот так. Он был перекроен. Что-то здесь произошло. Следов происходящего здесь полно. Следы ядерных воронок кругом на земле. Затопленные города у нас находятся в тех местах, где морем и близко не пахнет. Но в этих местах можно находить там ракушняк. Можно находить каких-то морских животных там на глубине там пять метров, допустим, мертвых. То есть все это у нас есть. И все это показывает, что мир был совершенно другой. Вот. Но был перекроен. Что-то произошло. И, кстати, я заметил очень интересную мысль. Если мы рассматриваем фотографии 19 века, у нас были все пустые города. И, кстати, то, что сейчас происходит у нас, ребята, это здорово. Если сейчас пофотографировать наши города, то многие города сейчас тоже пустые. И в 19 веке мы видим примерно то же самое. Мы видим огромные города, мы видим шедевральные здания, но абсолютно пустые улицы. Плюс уже неоднократно мы говорили об этом. Та же Франция, там у них в катакомбах официально 6 миллионов человеческих останков. Ну, что-то же с людьми сделали. Значит, сделали. Да, кости кто-то выварил, кто-то их там аккуратно сложил. Везде у нас... Короче, мы живем в совершенно таком вот, знаете, мире лжи, где все построено на лжи. И только когда мы все анализируем, мы начинаем видеть, что у нас вообще происходило. Поэтому я так думаю, что после всей вот этой переделки мира, того мира, который действительно развивался и был продвинутый, как цивилизации, технологии у них были, а сейчас те, кто его, так скажем, захватили в то время, они же по наследству, получается, передают это все. Все эти семьи, ну, тех, кто во главе, да, тех, кого мы, допустим, ну, не знаем, я так думаю, что у них на том уровне что-то происходит, что-то произошло у них на том уровне, что-то у них треснуло в их кругу, и поэтому у нас вот этот сбой по всему миру и пошел, ну, как бы под прикрытием, под завесой коронавируса. Вот поэтому и происходят вот эти обновления, потому что там у них что-то происходит, ну, я так думаю, да. Плюс, если смотреть там за президентами, за странами, вот почему у нас ни один президент не может выполнить свои обещания? Ну, вот не может, они говорят, говорят одно, потом проходит два года, они говорят противоположное и вообще не могут исполнить. Мы же не знаем технологию управления президентами. Мы вот, допустим, догадываемся и можем наблюдать технологию по управлению нами. Нами-то, как человеческим планктоном огромной массой, нами же управляют? Управляют. Для этого есть определенные технологии. по манипуляции, как нами управлять? Эти технологии отточены годами, там, столетиями, и они реально работают на людях. А на президентах? Мы иногда думаем, вот возьмем пример, да, президент какой-то что-то обещает, обещает, у нас же президенты откуда? Из народа. Они из народа. Все идут из народа. Вот давайте самый простой пример приведу. Нашего президента вспоминать не буду, он у нас 20 лет, его тоже сейчас обнулят, и он дальше обнуленный, омоложенный, обновленный, дальше будет над нами править. Давайте возьмем с Украины, Зеленского. Человек из народа, из народа, актер, комик, вышел из народа, его прям весь, так скажем, народ Украины любил, и он действительно, видно, что он, ну, по крайней мере, он вызывал всегда впечатление хорошего, доброго, порядочного человека, да, он очень много обещал. Ну, вот у меня вопрос к украинцам или украинцам, как там правильно выговаривать. Вот он сделал то, что он обещал, а я думаю, что у него были, ну, действительно светлые мысли что-то изменить. Ну, по-моему, он не сделал то, что обещал, и ни один президент никогда не сделает, что он обещал, потому что человек, становясь президентом, попадает в эту сферу, на самом деле там, я так понимаю, да, есть своя сфера посвящения в определенные знания. Вот когда человек занимает определенную должность, там он встречается с некими сюрпризами, которые берут его в определенные тиски, и он уже не может делать то, что он хотел делать. На самом деле управлять любым человеком можно. Если управляют нами, нами, простыми людьми, и делают, и мы делаем то, что они нам скажут, вот еще раз повторяю, нам сказали дома сидеть, мы сидим, все, то как вы думаете, существуют ли технологии, да, специальные по управлению президентами? Почему наши президенты не могут делать то, что они нам обещали? Ну, значит, там есть вещи, о которых мы даже не подозреваем. вот и все. Они входят в определенную сферу, там они встречаются, возможно, с некими людьми, с некими документами, ну, с чем-то таким встречаются, на что они повлиять не могут, даже имея там армию, флот, полицию и все остальное. Ничего не меняется. Да, в чем-то, да, конечно же, что-то, что-то меняется, что-то лучше становится, что-то хуже становится, но в общем, в общем, вот сколько вы лет прожили, проанализируйте свою жизнь и всех президентов. Просто проанализируйте все, что они там вам обещали. Коммунисты, что обещали нам, помните, где их обещания? Они смогли воплотить свои обещания? Нет. А кто им мешал? Значит, были определенные вещи, которые им не давали. Можно, конечно, у нас, знаете, как правительство всегда, как говорится, между молотом и наковальней, да, но мы же не знаем на самом деле, что там происходит. Мы не знаем. А я так думаю, что есть над президентами, те, которые над масонами, это все в виде моей, а есть то, что мы реально не видим. А если еще более подумать, то смотрите, у нас же человечество развивалось, тысячелетиями. А что если наше человечество или те, кто жили до нас, дожились до такого уровня, что разгадали полную тайну жизни на земле? Ну, подумайте, что если у нас кто-то овладел конкретным знанием, а знание – это сила, ну, так скажем, кто есть, условно говоря, что если кто-то у нас овладел знанием полностью жизни, как работает мир, как работает вселенная, по каким алгоритмам все работает, что если кто-то захватил власть, что если кто-то может держать наш мир, грубо говоря, как хрустальное стекло в своих руках, и все зависят от этого человека или от этой группы людей. И вот благодаря вот этому, если кто-то держит кнопку, грубо говоря, что может, условно говоря, нажать, делит, и весь мир обнулится полностью. И посредством этого можно управлять. Так, не буду я отвечать. Посредством этого можно управлять. Можно управлять любым президентом, любой страной, всем. Ну, если так, может быть, мои слова фантастичны, но что если так? Мы же видим, что все страны просто вот сказали, бац, карантин, и все, все, по всем нашим территориям, бац, все пошло, как по команде. Все, СМИ как по команде работают, все структуры, как по команде, все, телевидение, все, все, все сразу заработало. Ну, может какая-то группа тех, кого мы не знаем, может быть, она просто держит, так скажем, на кнопке палец, бац, и обнулим вас, и все. Что-нибудь, как шарахнет там сверху, как затроит там что-нибудь. Уже ж было, мы ж видим, ну, вы назад оглянитесь, там лет на 300, кладбищ нет, нет кладбищ старше примерно 300 лет. То, что под землей откапывают, с христианством мало общего имеет, лесов у нас нет, древних, единичные деревья только есть. Что-то тут уже творилось, и мы не знаем, кто это. Мы не знаем, кто это. Люди они или не люди они. Но есть те тайны, которые простые люди, ну, не знают, а знают только, ну, те, кто больше, так скажем, посвящены во все, что происходит. Кто-то же ведь обладает конкретно, где-то же существуют знания. Может быть, в Риме, может быть, в их кулуарах или подвалах, библиотеках что-то есть. Но, думаю, все-таки, наверное, в другом месте. Вот. И, скорее всего, там, где мы, так скажем, не ждем. Поэтому, чем все это закончится, мы не знаем, но мы можем наблюдать. поэтому у нас есть возможность прекрасно наблюдать за всем, что происходит, делать выводы, принимать свое решение, совершать свой выбор, ну, и продолжаем дальше жить. Ну, это так, чисто моя мысль. Интересна она вам или нет, не знаю, ну, просто подумайте. Спасибо.